Друзья, всем привет! Сегодня у меня второе видео из цикла про Zimaboard 832. Это одноплатный компьютер, из которого можно создать, например, свой сервер. На канале есть распаковка данного устройства, кому интересно, переходите, смотрите. Ну а в этом видео мы будем подключать данного малыша к своему компьютеру и выводить, собственно, с него, говоря, картинку. Подключу сюда еще какой-нибудь жесткий диск. В общем, сейчас все с вами подробненько рассмотрим. Для подключения нам понадобится комплектный блок для зарядки, для питания, а не для зарядки. И вот такой вот SATA кабель, чтобы подключить сюда жесткий диск. А еще я вооружился вот таким вот патч-кордом для связи данного устройства со своим роутером. И, как я говорил, в распаковке данного устройства оно может выводить картинку на монитор двумя способами. Собственно говоря, через патч-корд ты заходишь в браузер, вбиваешь цифры, вот эти 192 и так далее, и у тебя появляется картинка. Либо же ты подключаешь данное устройство через мини-дисплей-порт к своему монитору, и у тебя уже полноценно загружается установленная здесь касса ОС. И ты можешь также пользоваться, как и через патч-корд, но только немножечко больше у тебя будет функций. И также ты можешь накатить сюда вместо касса ОС и Линукса Windows, потому что архитектура здесь x86. И через вот этот мини-дисплей-порт вплоть даже поиграть можно, подключив сюда видеокарту. В общем, я говорил в распаковке 500 лайков на том видео, я подключаю сюда видеокарту, заказываю мини-дисплей-порт шнур, и мы с вами играем в какую-нибудь GTA V вот на такой маленькой коробочке. Ну а сейчас давайте перемещаемся за компьютер, и я вам показываю, как все это работает. Итак, друзья, ввожу в адресной строке kassos.local, и у меня выпадает окно, что не удается получить доступ к сайту. Попробовал все то же самое 3-4 раза, но одна и та же картина у меня получалась. Кстати, в инструкции с зима-бордом есть даже такой же случай, если у вас не получается подключиться, там нужно перейти по ссылке, прочитать кучу информации и, в общем-то, решить проблему. Но я решил пойти сначала по другому пути, я просто переткнул патч-корд в другой порт в своем роутере, и все заработало сразу же с первого раза. Не знаю, может быть, порт в роутере не рабочий, а может быть, какой-то другой фактор сыграл. Попал я сразу после этого на главную страницу, где нужно придумать свой логин, придумать пароль, повторить пароль. Здесь ничего сложного, логин можно придумать даже из двух букв. Поэтому сразу же все придумываем, повторяем, запоминаем и попадаем уже в главное окно зима-борд 832. Здесь у нас отображаются разные показатели, в том числе время, температура процессора, использование оперативной памяти и так далее. Есть вкладка Storage, на которой указан объем нашего внутреннего хранилища. Это та самая AMMC 5.1 память 32 гигабайт. Ну и давайте зайдем в магазин приложений. Вот такая вот их здесь куча. Здесь и Plex Media Server, о котором я вам рассказывал ранее. И Home Assistant, в общем, приложений куча на любой вкус. Далее возвращаемся в главное окно и попробуем подкинуть жесткий диск. Я его с первого раза подкинул вот так вот на горячую, но он не появился у меня в списке устройств. Поэтому если планируете подключать, то нужно все сначала отключить, потом подключить диск к зима-борду. Обязательно с питанием. Можно сделать это посредством комплектного кабеля. И уже после этого подключаемся и заходим в зима-борд. CasaOS.local. Все с первого раза отобразилось. Наш диск, его нужно смонтировать, но я пока что этого делать не буду. Главное, что зима-борд увидел диск и все с этим в порядке. Ну что ж, друзья, вот такой вот он зима-борд 832 и вот такая вот она CasaOS на базе Linux. Итак, друзья, вы, в общем-то, видели все сами. Устройство классное, устройство многофункциональное. Применение у него просто уйма. Как на Linux, на CasaOS, так и на Windows. Я лично хочу использовать его для создания собственного облачного хранилища с доступом из любой точки мира. Понаподключаю сюда жестких дисков, возможно, даже в PCI-Express разъемом воткну какой-нибудь SSD диск и буду пользоваться из любой точки мира. Какие-нибудь 10-20 терабайт у меня всегда будет под рукой. Таким образом, мой смартфон просто очистится и не нужно будет покупать себе смартфоны на 1 терабайт, 512 гигабайт и так далее. На мой взгляд, это очень удобно. Еще хочу все-таки создать здесь сервер умного дома на базе Home Assistant. Вариантов и планов по этому компьютеру очень много, поэтому кому интересно, обязательно подписывайтесь на канал. В дальнейших видео я вам обо всем буду рассказывать. Ну, а я напоминаю вам, что ссылку для заказа я оставляю в описании к данному ролику. Переходите, смотрите и заказывайте. Лично мне устройство, ну, очень зашло. Я не пожалел, что его заказал. Ну, а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Дзен канал, на мой Телеграм канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!